Мишель Смарт. Неуловимое совершенство. Глава первая. Она несколько раз вздохнула. На парковке к ней никто не подошел, не отогнал ее маленький Фиат на охраняемую зону, где стояли Феррари, Ламборгини, Мазерати и прочие. В фойе гости лениво потягивали коктейли и аперитивы, звучала музыка в стиле эмбиент. Не встречаясь ни с кем взглядом, Чарли направилась ко входу в зал. Чем ближе она подходила, тем громче стучало сердце. Уже у самых дверей его удары почти заглушали музыку. В последний момент путь ей преградила внушительная фигура. «Ваше приглашение?» спросил Толстяк неожиданно высоким голосом. «Мой муж прибыл раньше», сказала Чарли на неуверенном испанском. Она жила в Испании уже пять лет, но говорить начала только недавно. Наверняка он предупредил, что я приеду позже. «Ваш муж?» Чарли порылась в сумочке, достала паспорт. «Рауль Козорла». Она представила, как ее муж, через две недели уже бывший, повел бы себя в подобной ситуации. «Хотите, я ему позвоню?» Охранник явно пытался сообразить, что делать. Несомненно, он держал в руках приглашение Рауля и успел заметить повисшую на его руке ржеволосую модель. И снова на нее накатила горечь, как и две недели назад, когда первая фотография счастливой пары появилась в одном глянцевом журнале. Рауль выглядел, как довольный кот, только что вылизавший тарелку сметаны. Неудивительно. По крайней мере, внешне Джессика безупречна. Была ли она первой любовницей с тех пор, как ушла Чарли? Или первой, которую он решил показать официально? Впрочем, неважно. Через несколько недель их развод будет оформлен, и она вновь станет свободной. Чарли прищурилась, как это делал Рауль, демонстрируя недовольство. «Или вы хотите найти его, чтобы он пояснил, кто я?» Трюк сработал. Охранник взялся за ручку двери, пропуская ее. Кто бы рискнул беспокоить Рауля Козорлу, одного из самых богатых людей Испании в разгар светской вечеринки, вопросом, действительно ли женщина, носящая его имя, его жена. «Приятного вечера», — буркнул охранник. Главный зал барселонского отеля «Гарсия», весь в серебре и блеске, заполняли гламурные персонажи. И никакой легкой музыки на веранде. Напротив, энергичный хип-хоп тяжелым пульсом отдавал в ноги. Последний раз туфли на высоких каблуках она надевала два года назад, и теперь каждая косточка на ногах выражала бурный протест. Около Чарли маячил официант с шампанским на подносе, подхватив бокал, она выпила его залпом. Казалось, пока она шла в зал, на нее пялились десятки любопытных глаз и слышался шепот. «Это Шарлотта?» Тряхнув головой, она скользнула в проход во внутренний дворик, откуда тянула ночной прохладой. В саду было оживленно. На зеленой лужайке, на изящных железных стульях за маленькими столиками сидели люди. Разговаривали, курили, пили, целовались. Сердце первым почувствовало его, пустившись в голоб, как только взгляд скользнул по спине высокого мужчины, стоящего у одного из столиков. Он был увлечен разговором с другим мужчиной, которого она не знала. За столиком сидели две женщины. Одна из них с ярко-рыжими волосами курила сигарету в длинном мундштуке. Странно. Рауль терпеть не мог запаха табака. Чарли едва успела сделать два шага, когда он повернулся, словно почувствовав на себе чей-то взгляд. И передумал. Собрав мужество, она снова двинулась вперед. Он повернул голову, на этот раз устремив взгляд прямо в нее. Шаг за шагом он становился более осязаемым. Рауль. Его темные волосы стали короче. Черный галстук бабочка под белоснежным накрахмаленным воротником сидел идеально ровно. Приталенный костюм был безупречен. Чарли подошла к столику, и разговоры смолкли. «Привет, Рауль». Злость куда-то испарилась, когда она увидела его лицо, и теперь улыбалась. Последний раз они виделись два года назад. Если ее появление удивило его, то он, прекрасно умея владеть собой везде, кроме спальни, не выказал этого. «Шарлотта». Рауль поднялся вперед, чтобы поцеловать ее в щеку. «Какая приятная неожиданность». Но это только слова. Глаза говорили другое. Ощущая легкое покалывание на щеке, она заметила вспыхнувший в них огонь. Коротко кивнув, он достаточно крепко взял жену за локоть, чтобы она не вырвалась и не натворила глупостей, и повел вглубь сада. В его голосе послышалось напряжение. «Прошу меня извинить. Андреас, леди». Все смотрели им вслед. Они молча шли к маленьким скамейкам для любовного уединения. Чарли заставила себя сосредоточиться, вспоминая слова, которые заучивала целый день. В реальности все оказалось гораздо труднее, чем она представляла. На последней встрече они кричали, выплескивая друг на друга волны ненависти. В тот же вечер она ушла от него. Чарли думала, что боль и гнев уже в прошлом. Она преодолела это и двинулась дальше. Однако ее опять закрутило в вихре эмоций. Полная неожиданность. Рауль тоже пытался скрыть гнев. И лишь когда они скрылись из виду за вишневым деревом, отпустил ее руку. «Что ты здесь делаешь, черт возьми?» «Мне нужно поговорить с тобой». «Это понятно. Однако зачем ты явилась сюда? Я ведь дал понять, что не хочу тебя видеть». Его слова прозвучали как пощечина. Ей стало больно. Как и тогда, когда он отменил их встречу через полчаса после того, как его секретарь внесла ее в расписание. В голосе Авы, когда она перезвонила сообщить об отмене, звучало сочувствие.